И вот, что новое творит Господь во времена испытаний, во времена, когда экономики будут распадаться, во времена войн. Подумайте об Иране и Ираке, Афганистан. Подумайте о событиях 11 сентября. Подумайте о падении нашего рынка ценных бумаг два года назад. Подумайте о всем том, что происходит в мире. Подумайте о том, что происходит в Израиле сегодня. Очень мало христиан вошли в покой. Мы боимся падения экономики. Мы боимся потерять работу. Мы боимся, что у нас не будет еды для детей. И в Соединенных Штатах это страх большой. Потому что люди понимают, что террористы не пытаются попасть в страну, а что они пытаются попасть в страну с ракетами, которые можно стрелять с плеча, которые направляются по теплу, по излучению тепла. И которые пытаются взорвать президентский самолет, когда он находится в воздухе. Они боятся бомб в чемоданах, которые могут уничтожить сотни тысяч людей в Нью-Йорке или в других крупных городах. И много страха сегодня по всему миру. Но я должен сказать вам следующее. У Бога будет святой остаток от Израиля, Нью-Йорка, Белоруссии, во всех народах, Китай, по всему миру. Дух Святой ведет людей в покой. И мы понимаем, где начинается этот покой. Это в работе, которая была сделана крестом Иисуса Христа. Когда мы верим, что Иисус прощает нас. И Он очищает нас. И у нас нет нашей собственной праведности. Но у нас есть праведность Иисуса Христа. И мы находимся в покое, в этой праведности. Но есть также и практическая сторона этого покоя. Это речь идет, когда мы теряем, и у нас нет совершенно никакого страха пред людьми. Давайте откроем Исаия 57 главу. 12 и 13 стихи. Вернее, 51 главу. 51 глава. Вернее, 12 и 13 стихи. Я, Я Самоутешитель Ваш. Кто Ты, что боишься человека, который умирает? И Сына Человеческого, который тоже что-то рва. И забываешь Господа, Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю. И непрестанно, на всякий день, страшишься ярости, притеснительно, как бы Он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Почему Вы боитесь человека? Ибо Сын Человеческий подобен траве. Почему Вы боитесь людей, правителей, будущего, или из Своего личной безопасности? Господь дал обетование в Библии, что Вам не надо будет просить хлеба. Он дал обетование, что Он сохранит народ Свой. У Вас будет всегда достаточно еды. Господь даст Вам крышу над головой. Он будет оберегать возлюбленную Свою. Но Он нуждается в людях. И Он приведет людей, которые не будут бояться. Они не будут в страхе. Библия говорит, не бойтесь тех, которые замышляют злое. Не бойтесь беззаконников. В Соединенных Штатах запретили по закону приносить Библию и упомянуть имя Божье в школах. И, как я Вам говорил, во всех сферах общества пытают полностью изгладить имя Господне и Библию. И недавно по новостям была история о суде в штате Алабама. Он хороший христианин. И у него было десять заповедей, вытесанные в большом куске гранита. И Он поставил это пред судебным зданием десять заповедей. И Ему сказали, что это противозаконно. Что эти десять заповедей необходимо убрать оттуда. Сотни, тысяч крестьян поднялись в гневе и по всем Соединенным Штатам. И я помню этот гнев, который был во мне. И я сказал, Господь, даже теперь не разрешают две же десять заповедей в любых правительственных учреждениях. Новый закон принимают, что нельзя назначить никакого судью, если он верит хоть в какого-то Бога. Или Егову, или Аллаха. Другими словами, судья должен быть атеистом. И я вижу эти вещи. И я когда услышал о том, что судье приказали убрать этот камень оттуда, и фактически они приехали и сами его забрали оттуда, в сердце моем был гнев. Но я помню, что Слово Господне говорит. Не бойтесь беззаконников. Другими словами, не позвольте им вызывать у вас гнев. Не позвольте этим вещам войти в Дух ваш. Мы здесь находимся проповедовать Евангелие. Мы не будем бороться с правительством. Вы будете хорошим гражданином. И вы будете слышать и видеть вещи, которые будут вызывать у вас беспокойство. Принимается новая Конституция для Объединенных Штатов Европы. И сейчас уже проходится на последнюю читку. И они постановили, что имя Бога не будет упоминаться в Конституции Европы. И если мы не будем осторожны, когда духовная кровь ваша будет закипать в сердцах ваших, Господь говорит, не бойтесь. Господь контролирует все. Господь будет поступать и защищать имя свое. Они изгладили имя мое. И когда я молился об этом камне в десятью заповедей и об этом судье, Дух Святой пришел ко мне. Он сказал, не волнуйся об этом мраморном куске, где выгравлены десять заповедей. А он сказал, тот день, когда они это оттуда уберут, я запишу закон свой в сердцах миллиона молодых людей в этой стране. Это будет закон в сердцах. Этот камень не имеет никакого значения. Я буду посылать пробуждение в молодежи. И я буду писать закон свой в сердцах молодежи. И никакой судья не сможет этот закон изгладить. Никакое правительство этого не может сделать. Потому что это будет в сердцах. Аллилуйя!